Пленарное заседание Общественной Палаты Подмосковья – итоговое в уходящем году. Задача не просто оценить результаты работы профильных комиссий, но и наметить вектор развития. Россия, устремленная в будущее – основной посыл мероприятий, в который укладываются вопросы культуры, образования, молодежной политики, экологии. Это и многое другое предстояло обсудить докладчикам, но для начала – благодарность за активность и неравнодушие к проблемам Московской области. Наша Общественная Палата – это образец добросовестного отношения к делу, потому что очень многие люди здесь сидящие, очень востребованные, очень занятые, которые несут огромную нагрузку, самую разную – общественную, деловую. Но так получается, что проблемы, которые существуют в жизни Подмосковья, мы решаем сообща. В 2018-м объявленном президентом России годом волонтера большое внимание будет уделено молодежной политике. Начальник главного управления социальных коммуникаций Ирина Плещева отметила, что в Подмосковье в лидерах по молодежным инициативам. Впервые с подачей одинцовских активистов в правительстве Московской области был проведен крупный фестиваль по робототехнике. Ведется активная работа с юнормейцами. Ежегодно проводится форум «Я гражданин Подмосковья». Успехов добиваются и молодые депутаты. Первое в 2018-м году заседание будет посвящено исключительно молодежи. Мы начнем с темы, посвященной студенчеству. Мы сейчас делаем большое исследование на 4000 студентов. Это и количественник, и качественник. Мы хотим узнать, насколько и студенты довольны нашим образованием, и социальными лифтами, как относится к этому преподавательский состав, и как нам вообще нужно реформировать эту историю. Поэтому в преддверии Дня студента, 23 января, мы проведем масштабную пленарку, которая будет посвящена только этой тематике. Я думаю, уже там мы поймем конкретный набор действий, которые мы будем реализовывать в следующем году. С молодежью нужно работать. Это подтверждает результаты социологического исследования, проведенного в ЦИОМ. Михаил Мамонов, руководитель исследовательских проектов, доложил, что только четверть опрошенного студенчества готова заниматься волонтерской деятельностью. При этом в среде учащейся молодежи нет авторитетных преподавателей, а также налицо дефицит публичного лидерства. Молодежь, в первую очередь, ориентируется на мнение звезд шоу-бизнеса и творческой интеллигенции. Однако есть активные и целеустремленные, например, депутат Московской областной думы Ленара Самединова. Мы все говорим о том, что нам нужны молодые лидеры, мы все говорим о том, что нужно их правильно мотивировать. И зачастую, к сожалению, у нас у самих, как у взрослых, у самодежи очень потребительское отношение. То есть мы их что-то просим сделать, просим принять участие в субботнике, просим помочь в организации кодородского мероприятия, но не всегда на достойном уровне говорим спасибо, не всегда признаем их какие-то заслуги. В 2017 году Общественные палаты Подмосковья были рассмотрены свыше 500 обращений. Активисты следили за состоянием дворовых территорий, детских площадок, за сохранением культурного наследия и экологической ситуации. Уже второй год в Подмосковье проводится конкурс «Мой двор – моя гордость», с условиями участия в котором можно ознакомиться на сайте Общественной палаты. Как мне кажется, жители больше даже ощущают активность общественников на уровне муниципалитетов, поселений. И там недавно прошли перевыборы, появилось очень много людей активных, неравнодушных. И они очень активно увлечены в жизнь Московской области, причем во всех ее измерениях. В завершении заседания Общественная палата Подмосковья проголосовала за выбывших, а также вновь вступивших членов. В свои полномочия заместителя председателя сложила и Марина Юденич, которая перешла на должность председателя Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека. Ее место единогласным решением заняла Татьяна Дмитриева. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Денцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова